добрый вечер дорогие друзья пятница и на джем бокс мы с ильей черных привет играем в дюк нюкем 3d мегатон так сказать изо всех сил и дишин что это такое это во первых что здесь написано это мик но неважно это переиздание дюк нюкем 3d которая вышла черт знает когда на персональных компьютерах 6 января она вышла в ps не для ps3 и playstation vita почему-то в россии германии австралии с какими-то рейтинговыми правы понимаете ли проблемами да она до сих пор недоступна для загрузки как пишет своей в своем твиттере devolver digital компания которая занималась красных переносом игры на современные системы они говорят что они вопросы уладят там перим-пыром вот ну а мы чтобы не ждать пока не там вопросы улаживают решили так сказать изо всех сил потранслировать игра оригинальная вышла когда черт знает когда давай прям по классике пойдем давай прямо по классике сложности кромки и целом вот так холливуд и петр холокост и уже смотри маус лука все это когда когда игра вышла это был девушку примерно тогда значит вот это вот все все что касается маус лука 3d и прочего этого вообще не было практически то есть был первый квейк из того что на слуху до этого задолго до этого был я кстати помню все секреты ну-ка не просто сюда полез правильно давай раз было как у нас вообще не пить туда не надо тебе надо в комнату во первых не туда мне надо ты не помнишь на черта там дальше джетпак можно будет взять и нет здесь тоже перепрыгивается и там лежит ракет лоджер давай про про то что такое дюк нюкем дюк нюкем многие из я думаю наших зрителей знают как дюк нюкем форевер в первую очередь возможно как дюк нюкем манхэттен project для нас же все это было и та и другая игра были такими отголосками счастливого веселого детства когда вот на наших компьютерах мы с огромным удовольствием играли в дюк нюкем 3d как с каким удовольствием с насколько огромным удовольствием нескрываем ты играл да просто с безумным я был очень юн тогда и я первый раз увидел игру в которой ты от первого лица ходишь по почти настоящему городу да вот это по моему даже одна из первых игр где ну в этот город как-то верилось вот ну кроме того немаловажно что дюк как бы всегда был окружен барышнями разной степени симпатичность говоришь с хрипотцой говорил с хрипотцой пел в караоке пел он не что иное как борт убила совершенно верно вот правда тогда я была слишком мало и не понимал почему свиньи в полицейских бронежилетах вот потом я узнал что вот кстати и вот вот и они да потом я узнал что их принято называть на сленге пикс то есть свиньи вот копов кабаны и да в сша да совсем все же вот то есть дюк 3d был максимально веселой неполиткорректной разухабистой такой игрой про настоящего героя одиночку да и кроме всего прочего здесь были офигительные уровни если вы обратили внимание мы сейчас вот открыли секрет который в самом начале их здесь сразу три штуки этот горящий контейнер открытое пространство а конец уровень знаете где а вот там то есть если у вас есть реактивный ранец то в принципе до него можно даже долететь кстати говоря о реактивных ранцев я еще один секрет забыл так сказать открыть это какой же это вот это вот надо было как-то что-то мне сделать в общем как-то туда перепрыгнуть но неважно смысл в том что здесь были разрушаемые стены и вот канонический вход в кинотеатр в котором разворачивается основная битва с инопланетными ублюдками и мутантами он находился там вот за углом мы же сейчас проникли через главный вход да через парадный и дичайшие например угорели свет включается в общем все было круто в этой игре да 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 еще здесь были зеркала которые мы сейчас кстати про наблюдаем зеркала, игровые автоматы, стероиды.... Вася... стероиды... подожди... я кстати недавно попробовал поиграть а фу я думал скажешь стероиды попробовал нет стероиды попробовал не недавно, я стероиды давно попробовал так вот недавно я попробовал, он же на Xbox 360 еще есть. Вот, доигрался. Куда ты? Вот так, вот так. И недавно попробовал поиграть на Xbox 360, это было довольно трудно, потому что игра довольно сложная. 1996 год, сами понимаете, подсказок нет, чекпоинтов нет. Кстати говоря, о чекпоинтах можно я, пожалуйста, иначе же придется сначала начинать. Этот самый, не забудьте там бронзю. Вот они. Да, вот они. И это вот зеркало. Сидят. Ну и да, Дюк был славен еще и тем, что здесь было много туалетов, стриптизер, можно было пописать и тем самым восстановить здоровье. В один писсуар и... А, нет, все, только в один писсуар. Здесь сейчас тоже будет сидеть, по-моему, один. Должен. Да? Здравствуйте. Сидит и не подозревает. Да. И, конечно же, да, я уже сказал про дизайн уровней, и все они в той или иной степени прекрасно подходили под... для многопользовательских сражений. Мы в школе устраивали такие забеги, которые, по-моему, мы не устраивали, ну, если не то, что не в одну другую. Ну, в мало какую игру можно было сыграть с таким же задором, как в Dukingham 3D в те годы. Потом, что стало с Дюком? На самом деле, это такой герой нашего времени, на мой взгляд. То есть, он вот был такой, и потом всплыл. Dukingham вообще, если кто не знает, начинался как платформенная аркада. То есть, вид сбоку, 92-й год, и драться надо непонятно с кем, с какими-то там пупырышками и пружинками, и как бы мне, по-моему... Ногой бей. Ногой. Я пытался тильды это сделать. Ну да ладно. Потом выпустили Dukingham 3D. Собственно, 3D-то он... это было не совсем честно по отношению к игрокам, потому что 3D, он был весьма условный. Как видите, монстры плоские, и вот как в Doom вы на них смотрите, они все время к вам поворачиваются в самой выгодной части тела. В то время уже был Quake, и вот там-то было как раз-таки 3D. Здесь же 3D было, ну, такое... условное. 3D он назывался во многом потому, что он был от первого лица, а все остальные Dukingham были там от какого угодно лица, кроме как от первого. Manhattan Project вернулся к этой форме, то есть это снова был платформер. При этом он был полноценный 3D. Полноценный 3D, да, с вращающейся камерой и всей остальной фигней. И это был очень крутой платформер. То есть это было такое правильное возвращение к истокам. Хотя в тот момент, кстати говоря, уже все ждали Dukingham Forever, который был объявлен, по-моему... Практически сразу после релиза Dukingham 3D. Его ждали где-то в окрестностях второго Quake. Ну и когда он вышел, вы сами знаете. Многие успели родиться уже к тому моменту и, в общем-то, познакомиться с Dukingham именно в качестве стартовой точки, выбрав Dukingham Forever. Кому-то даже понравилось, наверное. Мне понравился Dukingham Forever. Серьезно? Серьезно. Я так его ждал, что... У меня не было вот этих именно завышенных ожиданий. Я просто хотел, чтобы Duk опять появился, чтобы он опять шутил, чтобы он опять пинал инопланетян, откручивал им бошки. Ну, в общем, все, за что мы полюбили его. Чем он, собственно, и занимался. Да, да, да. И игра-то вышла неплохая. Единственный у нее недостаток, ну, а может, это и достоинство, она сразу же делалась по современным лекалам консольных шутеров с чекпоинтами вот этими и всеми прочими пирогами, ограничением на количество носимого оружия и так далее. Немного не то, что ты ждешь от Duk. Немного не то, да. Потому что Duk все-таки это настоящий такой супергерой. Last action hero. Да, да, да. И не случайно он, ну, напоминает Арнольда Шварценеггера. Или Арнольд Шварценеггер напоминал его, там уже сложно сказать. Вот. И поэтому я с удовольствием... А куда они берутся? В смысле? Вспавном остров еще не было. Не было, они пришли к тебе с других кусочков, и плюс они телепортируются еще местами. А, я, кстати, вот здесь не был. Забыл здесь. И здесь не был. И еще там, если в кассовый аппарат нажать... Вот здесь? Да. То откроется этот самый... Сверху. Сверху. А теперь надо подойти туда. Во-во-во-во. Jetpack был незаменимый. Ну, вообще-то здесь есть лифт, есть чё, Nokia. А, да? Вот так? Я по старой памяти, кстати, видишь, автоматически вместо... Вместо Е начал в качестве кнопки действия нажимать пробел. В общем, вот примерно так мы жили в то время. И было круто и весело. При том, что у Дюка были чисто многопользовательские уровни... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все взорвалось. Играть в мультиплеер можно было, по-моему, абсолютно на любой карте. Мы выбирали там какие-то... Hotel Hell. Вот это вот все. И КО был прекрасный. В общем, все было замечательно в этой игре. Что же потом с ним стало и почему? Ты считаешь, что дело только в, так сказать, осовременивании вопросов? Ну, там, во-первых, как я помню, мало кто из создателей оригинального Дюка принимал участие, собственно, в Duke Nukemi Forever. Его же делал... Те самые, кто его делал-то? Там что сверху летает? Да, летает. Еще там сверху есть секретик про Yuan Otsu Falls to be here. Ага. Товарища Левилорда. С которым вам надо прочитать интервью? Кто же его делал? Кто же его делал? Короче, те же граждане, которые выпустили Alien... Colonial Marines. Ты что вообще делаешь? Что тут делаешь? Вот. И, может быть, дело еще и в этом. Ну, потому что пацаны явно не до конца чувствовали, что такое Duke. И как он должен вообще себя вести. И что такое Duke Nukemi Forever. Почему вообще это Forever? Вот. И они сделали, ну, обычную такую толковую средненькую игру, да, если, ну, для людей... То есть, если убрать из нее Duke, это такой средний шутер, да, крепкий середнячок, как это было принято говорить про них когда-то. Что? Один выжил и один секрет я забыл где? Ну вот. Обратите внимание, кстати, с каким количеством здоровья я дошел до второго уровня. Всего-навсего второй уровень. Три процента здоровья. Ну, прикончивши его, шо ж ты. Да, чё, пускай мучиться. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа! На, говно! На! Давай-давай-давай! На! Вася! В общем, и враги были классные. Сейчас, кстати, здесь потрясающий совершенно трюк с взрывающимся домом. Ты это пом... Да. Я это помню. Да. Так. Есть. А на какой кнопке, чёртов, гранатомёт? Блин. На пятёрочке, наверное. На дерьмо. Ах ты, хитрый хрен. Вообще, что ж ты делаешь? Понял. Да. Да, вот нам тут в комментариях предлагают вспомнить другие нестандартные шутеры. В том числе на движке Билл. Очень, 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 очень сложная, мать её, игра. А ты поставь самый лёгкий уровень сложности. А это неинтересно. Это нормально, потому что ты успеешь пробежать больше уровней. И, возможно, мы даже дойдём до босса. Это что такое? В смысле, это что такое? Это триггер. Это как вот он? Это вот так работали триггеры в конце прошлого века в играх. То есть ребятки стояли, не двигались, пока ты не нажимаешь на кнопочку. Кнопочка может быть действием, чаще всего выстрелом. То же самое. В Doom 2, кстати. И в Doom 1 тоже, да, была такая история. То есть... Ах ты, тварь! Паршивая. Так. Поставь полегче. Так, а что же я... Мировый уровень опять проходил. Ну, почему... Пошёл к чёрту! Ты же знаешь, куда бежать. Говноты! А, ещё мы можем включить читы. Да? Это, конечно, не спортивно. ДН, ДН, что-то там. А, сейчас мы узнаем. Кстати, если вы вдруг помните, пишите нам их в комментарии. Пожалуйста, очень поможете. Пока мы их тут... Похождению. Вот. А не менее задорной на движке билд была игра Blood. А, да. Её бы надо тоже вспомнить, потому что сериал как-то закончился странно на второй части, которая была не без своих... каких-то клёвых фишек, но как-то не очень она зашла в народ. Вот. Не, ну, была прикольная. Первая. Да. Там можно было играть головой зомби или противника в футбол. Да и там можно много... Было много, кстати говоря. Ря. Да. Вася. 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 А вы говорите Dark Souls. Понимаете? Какие Dark Souls? Какие души? Нет души у всего этого. Вот это вот сложность. Да что ж ты делаешь, что ли? Попасть не могу, представляешься? Ну, это нормально. Василий. Мастер слова очень сильно. Пока. Так. 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 �е. Так. 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 Читы я нашел, только как их водить. Не надо. Читы, не надо. Не надо. Превозмогания. Девяностые. Вообще, мне дали чуть больше патронов, чтобы я мог превозможить более эффективно. Я вообще в нем попадаю или нет? Попадаю? Попадаю. Ты же видишь по красному. этим самым. Все, иди попей водичку. Это можно было бесконечно сделать. Ну а пока ты просто нажми и держи, он будет пить. А, да? Да. С ума сойти. Геймдизайн. Геймдизайн был ого-го. Очень жаль, что Левелорд бросил нашу индустрию и делает казуалочки. Да, к сожалению. Но если вспоминать биографию Левелорда, то что мы еще можем о нем сказать? Я вот, например, в некогда очень ожидаемую игру многими Син даже не играл. Ну очень зря, хотя, наверное, сейчас тебе будет сложно. Тогда это... Нет, сейчас не просто. Нет, в Дюк ты играл хотя бы. А там, значит, это довольно такой... Кстати, она очень сильно похожа на Дюка по динамике, по интерактивности уровней. То есть там тоже есть водичка, туалетики, камеры, вот это все пироги. Очень много разрушаемых объектов. Можно было сжечь там дерево, например, как-то так, ну если взорвать его. Вот. Герой тоже примерно такой же удалой. Шли годы. Шли годы, да. Герой удалой, но он полицейский, поэтому он поменьше сквернословит. Вот. И там совершенно роскошная злодейка Лексис Синклетт. Да, да, да. Вот про нее-то я много слышал. Вот. Сейчас в эту игру играть сложно, хотя потому что она выглядит, ну, чудовищно. Ну, и вот, кстати, мне все время вот казалось трудно переступить эту грань, когда ты не знаешь, не играл в детстве во что-то и пробуешь начать сейчас. Ну, типа, посмотреть, что такое, например, Blood 2. Как мне кажется... О, нет, пацаны, отстань. Как мне кажется, в Blood 1 сейчас играть проще, потому что, ну, ты понимаешь, что это старая игра, ты понимаешь, что у тебя к ней, там, гораздо меньше претензий, чем к игре, которая трехмерная и кажется, что она должна быть красивая. Она же трехмерная. Но это такой прото, знаешь, как первые Хейлы сейчас играть. Ты же с ума сойдешь от этого. Только если в переиздании. Ну, да. Где по одной кнопочке все меняется и превращается в красивое современное различие. Кстати, в моем случае это ее не спасло совершенно, потому что я как не мог, как и продолжал не мочь. Вот это вот здесь вот. I do remember. Да, и вот про то, как она выглядит. Поскольку она на движке Quake была, это SYN сделано, да, она выглядела гораздо лучше, потому что ребята поработали и над текстурами, и монстры были покруглее. И, кстати, это одна из немногих игр тогдашнего времени, где противником выступали не сразу монстры, а там были люди. При этом они как-то там подшаманились с искусственным интеллектом. С ними на высоких уровнях сложности было довольно интересно перестреливаться. То есть это был такой хороший шутер сам по себе. Вот. Что плохо было тогда, то, что она вышла крайне-крайне-крайне забагованная. Вот. И именно это под сомнение поставило ее продолжение. Вот. Но эта неудача позволила Ричарду Грею, известному нам еще как Левелорду, придумать такую штуку, как эпизоды. Вот. Это на тот момент уже такой набирающей силы тенденция была, как сейчас говорят, тренд. Вот. И много лет спустя он выпустил первый эпизод. Планируемый материал. Вот. И, к сожалению, не взлетело это все. Очень-очень еще более сложная игра была, рассчитанная там на каких-то 9-10 часов прохождения, но уходило времени гораздо больше. Что-то они там перестарались. Вот. И, собственно, с тех пор мы... Вася! Про Левелорда и шутеры от первого лица не слышали. Вот. Сейчас он делает казуальные игры. Тварь. Господи, как же это сложно. Ой, да. Ну, страдания. Страдания, боль, да. Зато ты это самое, чувствуешь себя действительно, когда ты победил, как Дюк-Нюхем, который жмет там какое-то чудовищное количество килограмм от груди. И вообще классный парень, да. Может, все-таки начнешь другой эпизод и на сложности чуть попрошусь. Зачем? Сейчас мы это пройдем. Я тебе уверяю, я сейчас быстро войду в форму. Окей. Не переживай. Окей. Вот. А какие еще ты помнишь игры на движке Build? Redneck Rampage. Так. Locked. Гребаный пазл, я вас не знаю. Unlocked. Заметь, всего три кнопки. Да. А я уже их ненавижу. Тварь. Вот. А говорят, что современные игры страшные. Вот это было страшно. Но, кстати, насчет страшно, я что могу сказать? В отличие от Doom, который, вот это, кстати, любимая подляна, по-моему, разработчиков из 90-х, когда ты в лифт заходишь с одной стороны, а выйти из него должен типа с другой стороны, но не знаешь об этом. И из-за этого с тобой случаются интересные карусы. Ну, не только 90-х, вот сейчас про Doom помянул. В третьем Doom тоже был любимый дизайнерский прием, когда тебя заводят в комнату, двери закрываются, вокруг тебя появляются монстры. Там это было сделано менее изобретательно. А вот знаменитая «Дюк Нюкем Маст Дайк». Вот, постер. Карточка. Да, и еще вот авторы Дюка Нюкема, они были крайне внимательны, ребята. То есть, казалось бы, мелочь, да? Дюк наступил на труп своего врага, вот, и он оставляет потом следы. Да. И таких деталей было очень-очень много. Они были очень неожиданны. Мы радовались, когда все это видели. Пять патронов нет. Следы от выстрелов, кстати, на стенах. Тварь ты, господи, дрожащая или право? На, не имеешь ты. Да что со мной не так? Вот, отличный выстрел. Молодец. И, кстати, обратите внимание, да, обратите внимание, полицейские после себя иногда оставляют немножечко бронежилета. Вот. Шли годы. Бодрит. Да? По-прежнему бодрит. Ну, отлично. Надо будет попробовать нам по сети сыграть. Как-нибудь. Напишите нам, сыграли бы вы с нами в Duke Nukem 3D по сети, или нафиг вам это не надо, и мы можем оставить эту порочную затею. Но между собой в редакции мы все равно сыграем обязательно. Когда нам неожиданно станет, нечего делать. Ну, или у нас возникнет какой-нибудь вопрос, который мы не можем решить по-человечески, цивилизованный. И решим его в дуэли. Я понял. Хорошо. Вот. Александр Кузьмичев в комментариях вспомнил, между прочим, Daycatan. Но Daycatan эта игра не на Build Engine. Не на Build Engine. Это игра на Quake Engine, причем поколение, по-моему, второго. Вот. У нее тоже довольно грустная история. Наверное, про нее имеет смысл рассказать как-нибудь в другой раз. Не, а почему сейчас не расскажу? Это была эпоха перемен. Кстати говоря, тогда... Это была эпоха рок-звезд, кстати. Это была эпоха такая, странных рок-звезд, потому что Джон Ромеро как раз выезжал на том, что он типа... Не надо. Я не хочу еще 500 минут пить. Джон Ромеро, между прочим, сразу был такой довольно амбициозный парень. Недавно... Дума и софтвер и вот это все. Перевод, это который Guys Who Invented Pop Culture? Я не помню, ты знаешь, как называется. Да, сейчас будет круто, если ты разгадаешь загадку. Я помню. Вот. И там, значит, рассказывается его биография Джона Ромеро примерно с подросткового возраста и до момента, когда, собственно, они выпустили Doom. Он с детства был довольно амбициозный. А ты туварь? Засада петь, конечно. Ну да. Я попал, пить пить туварь. С детства был довольно амбициозный и как бы вел себя довольно вызывающе. Поэтому, когда рекламная компания Day Catan началась с того, что вышел постер. Подождите, но здесь же... Ее взрывать надо. Лучше бомбочками. Я-то отошел бы ты, потому что сейчас тебя накроет взрывом. Да, у меня нет бомбочек. Ну и брось тогда. Ну там же самое крутое. Так ты еще вернешься. Да? Да. Ладно. Вот. Рекламная компания Day Catan запомнилась чем? Тем, что вышел постер, на котором написано, что вы станете сучками Джона Ромера, когда выйдет эта роскошная, чудесная игра. Игра получилась не настолько крутой. И ее много раз переносили. Ее много раз переносили. Но не потратили кучу денег. Просто кучу. То есть она покупиться могла, ну там через много-много лет после выпуска, если бы она действительно оказалась такой классной. Если бы она была ММО по подписке. Ну или так, да. Так. Ну нет, даже скорее фри-то-плей. Вот. После этого Джон, или параллельно, я не помню. В общем, они там выпускали еще какую-то стратегию, все стало плохо. И после этого Джон тоже ушел в казуалочки. Выпускал Манки Стоун. Для Фейсбука. Кинчерс. Да, да, да. Что-то там для мобилок. В общем, грустная история. И заметьте, тогда он ездил на Феррари во времена Дума, сейчас он ездит на BMW. Седьмой серии. Времена изменились. Да. Но при этом он как бы нисколько не остепенился. Он по-прежнему выглядит как рок-звезда, правда, уже на пенсии. А ты видел его живьем? Да, я его видел живьем, буквально позапрошлом году. Буквально вчера? Ну нет, не вчера, но позапрошлом году. Вот. Он довольно бодрый старичок. Все так же любит потрясти хайром, который у него там чуть ли ниже, ну ниже плечи, это понятно. Купа. Чуть ли, да, ниже талли. Опять засада. Сволок. О, десант свиной. Кстати, вот этот вот трюк был в Людмиле Форево. Кстати, здесь можно в этот, в Бельявце играть. Если что, но это потом, когда ты с парнями разберешься. Да, когда я с парнями сейчас буду играть. Откуда столько полицейских клубов? У них что, облава была, а потом они резко превратились в свиней или что? Ну, в свиней они резко превратились, да. Но они же за тобой охотятся. Окей. Это же вторжение инопланетян на Землю. Так. Вот, о чем я говорил-то? О том, что Джон Ромеро, да, трясет хайром. Кстати, с этим связана отдельная история. Бум. Сыграл. А, вот, я рассказывал, что он по-прежнему бодрый мужик. И на последней Е3, по-моему, или где-то там, на какой-то выставке, он играл с любым желающим в Deathmatch в Doom. И заруливал просто. Всех? Ну, практически всех, да. По-моему, так никто не выиграл. Макс Самойленко играл. Да. Он же рассказывал. С Ромеро в Deathmatch в Doom? Да. Это серьезно. И он там что-то вел неплохо так. То есть... Самойленко? Да. Старикан Ромеро выиграл там с каким-то минимальным перевесом. Спотел, короче. Если я правильно помню эту историю. Ромеро. Телочку спаси. Спаси телочку. А как? Сейчас... Вот, видишь, ты даже ачивочку заработал. Сейчас, короче, чуваки сюда, по-моему, телепортируются. Когда ты залезешь вон туда, там, за барной стойкой есть, по-моему, пулемет. Вот там дверца. Да, да, да. Или что-то еще. А, пулемета нет. Вот, пацаны, телепортируясь, они сейчас могут грохнуть случайно. Да и бог с ней все. Ну, жертвы бывают. Это война! Миров! Давай! Давай! Дал? Слушай, ну, кстати, с Ромеро связана смешная история. Я на Gamescom его видел. Мы сидели в ресторане через дорогу буквально от выставки в одном из отелей. И я смотрю, а за, там, ну, не за соседним, через три типа стола сидит Ромеро. Я думаю, пойду к нему, сделаю с ним селфи. А потом подумал-подумал и решил этого не делать. Почему? Потому что длинные волосы в моей одежде могут сказаться на моем реноме. И мне придется объяснять с самого начала, что такое ДУМ, почему это важно для нас. Я решил уступить эту возможность кому-нибудь. К холостому, например, или человеку, которому нечего терять просто. На будущее ты мог с ним сфотографироваться, как сфотографируется президент. То есть, пожимая ему руку на некотором расстоянии друг от дружки, волосы бы тебя никак. Кас тоже можно сфотографироваться все дни? Конечно. А так, видел, как это? Да, да. Никакой цензуры, кстати. Никакой. А вот это, понимаешь, вот здесь вот деньги отдал и ничего не происходит. Здесь деньги отдал. Она тебе вон попой крутит по-брежнему. При этом, как бы, ты вокруг нее ходишь, а она все те попой. Надо всем раздать денег, девчонки. Я вообще секреты искал. Ну ладно. Секрет по позе откроется. Хорошо. Так, что я здесь взял? Я здесь взял что-то. Что-то я здесь взял, кстати. О! Там рычаг же. Где-то рычаг. Во! Ах ты, тварь! Нет, это надо на диван запрыгнуть. И резко, резко! Да-то... Бесполезно. Опа! Видал? Да. И где-то тут вот то ли у сцены, то ли еще где-то, короче, должен быть какой-то рычаг. Рычаг у сцены. Может быть, я уже по старости-то и путаю. Ней, ней, ней. Нет рычага у сцены. Ну и бог с ним. Так, и из ключей у меня тоже ничего нет. А бомбочек ты тоже не нашел. И бомбочки я не нашел. А это обязательный, я правильно понимаю, элемент? По-моему, ты туда можешь попасть еще как-то. Но, к сожалению, я очень давно, последний раз играл в Дюка. Именно этого. И, в общем, теперь надо действительно освежить. Все будет в памяти. Так, ладно, давай попробуем что-нибудь решить на эту тему. Потому что вот в 90-е левел-дизайн был такой, что можно было легко заблудиться. И, в общем, плутали мы на этих уровнях очень долго, если что-то забывали. Кстати, если убить стрепезешь, то появится очень много монстров. Да, но, кстати, здесь довольно любопытная карта, которая красивая. Потому что если ты нажмешь еще раз, да, она, вот видите, тебе показывает комнатки, чтобы тебе удобнее было ориентироваться. И можно так играть, кстати. Можно так играть, да. Но, к сожалению, она плоская. И если вдруг что-то происходит ниже-выше, то ты по карте не понимаешь. Ну да. Так, а вот как вот туда вот забраться? А, стоп, стоп, стоп. У меня же все есть. Ну, в общем, на моей памяти это была игра, я вот, собственно, что хочу это сказать. Вот. Это была игра первая, в которой надо было пользоваться какими-то предметами. То есть, я слово «инвентарь», по-моему, узнал из описания Duke Nukem 3D в энциклопедии компьютерных игр. Тоже знаменитый, кстати. Эпоха была богатая на колоритные явления, я бы так сказал. Это да. Но, кстати, не первая. Но, поскольку я не помню, как называлась игра, там была жуткая история про какого-то агента, который внедрялся на остров. Она была от первого лица по качеству графики примерно как Вельфенштайн. Но в ней можно было прыгать, и она происходила в реальном мире. То есть, там… Страйв? Нет, нет. Страйв это RPG. Про нее, кстати, нам тоже пишут в комментариях. И тебе подсказывают петь. Вентиляция справа сверху. Все, пацаны! Опа! Все еще в форме! Спасибо, товарищ Сечек. Видимо, так читается ваш ник. Это Secret Place, кстати. А, ну и здесь бомба. Да-да-да-да-да. Так, и здесь… А, ура! Ох, вообще, что же вы делаете со мной сегодня? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, для этого… Вот, вот тут рычаг. Вот, видишь, этот рычаг я помню, только с другой стороны. Так, и что же нам еще пишут? Я тебя прервал своим… Про дайкатану мы уже говорили. Про нестандартные движки тоже. Вот. Ой, ой, ой. А как… Кстати, про мультиплеер. Вот, наш читатель с ником Папа Зол. Папа Зол. Да. Делится опытом. Он проходил Дюк Нюкем на PlayStation 1. Сейчас купил Humble Bundle с Дюком. Играть с удовольствием. Но не может найти людей в мультиплеере. Где? Где? Где, ребят? Вот. Вот. Поэтому, похоже, мы нашли себе… Компанию. Да. Сыграем втроем. Ты записываешь его телефоном? Телефон нет, но я записываю себе напоминалочку ставлю, что с ним надо связаться и как-нибудь устроить беспредел дебоша. Уже дебоша-то поводу мы найдем. Это да. Обязательно. Вот. Ой, а следующий уровень, кстати, это не сейчас меня в клетку посадят? Сейчас. Вот прямо сейчас. Да, и… Тогда надо идти в канализацию резко, искать секретики. Или это была необязательная какая-то локация? Не обязательная, но… Желательно. По-моему, ты туда все-таки мог попасть как-то ещетчо. А по-моему, нет. И в этом вся загвоздка. Так. Давай, македуем. Что случилось? Желка. Что же случилось? Что же у нас случилось? Может быть, это папа зол уже? Нет, это не папа зол. Набирает. Там вода. И супер хелс. А тут осьминог. Здравствуйте, ребята. Ой-ой-ой, какие неудачки. Да, и он отнимает нехилу жизни. Это, кстати, не вода. Это кислота, да? Это не вода. Крысы. Все как полагается. Да, сюда все-таки можно было попасть. Видишь, сейчас ты выйдешь. Возможно, только с одной стороны. Голодюк. Голодюк, да. На. Они на него не очень ведутся. Ведутся? Не очень. Они топтутся, топчутся. Голодюк, кстати, вводил в ступор людей в мультиплеере, когда они видели его первый раз. В этом, да, смысл был. Но потом они быстро просекали, что если чувак стоит просто так, и крутится со странной стороны, то это не он. То кто-то что-то замышляет. Да. И опять Дюк работает сантехником, королем говна и пара. Да? Да. И выхода здесь нет, кстати. Должен быть. То ли там взрывалось, то ли еще. Ну, бог с ним, ладно. Не, ну как? Надо выяснить. Ну, по-моему, там все-таки что-то открывалось. Ну, видимо, я что-то пропустил. Да, и забей. Значит, надо вылетать? Ну, надо вылетать, да. Ладно, нет, значит нет. Кстати, к слову о старых шутерах. Кто помнит игру Dark Forces? Я помню игру Dark Forces, но она мне почему-то очень не понравилась. А это было невозможно? Невозможно, чтобы она не понравилась? Нет, это было невозможно ее играть. Ну, ты знаешь. Кстати, там очень много идей, которые впоследствии растащили по другим шутерам. К примеру? Прыжки. Строение уровней, когда оно не плоское, а ты как бы мог, ну там, грубо говоря, мост, и ты можешь под ним пройти. А, да, не как в Думе. Не как в Думе, первым все плоским. А все-таки карта многоуров. Да, 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 и под этими всякими элементами ее можно ходить. Вот, сюжет. Не в смысле сюжет в сопровождающем ридми файле на, там, меньше килобайта, а прям сюжет. Там прям был сюжет? Да, ты был герой, менял даже, по-моему, там убеждения. В общем, очень-очень было весело и круто смотреть на это со стороны. А еще за тобой там прилетал звездолет, который тебя увозил и привозил, как такси, на миссию. Да, 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 вот. Ой-ой-ой, Вася, сохранюсь. Ну, поскольку я к Звездным Войнам тогда был довольно равнодушен, я, да, этот, и плюс она была, по-моему, даже чуть более требовательной, чем Дум, поэтому мой компьютер просто не мог ее спустить во всей красе. Поэтому мой компьютер, мои документы. Да, да. Обоих, что ли? Причем, причем не, стоп, а какие мои документы? Я в Дюка играл еще без винды. На досье? На досье, конечно. С чудесной, совершенно конфигурационной утилитой, где надо было выбрать звуковую карту, ее порт, прерывание и всю вот эту фигню. Setup Xe? Да. Adlib Sound Blaster? Вот, а такой штуки у меня не было, я пробовал ее ставить, она не работала. У меня был... А, нет, ну Sound Blaster-то у меня был, просто две разные. Видно, сколько уронов у него было? Да, опять ты велик. Ну, один спощадил. Так, сейчас надо сразу вперед бежать, потому что я на электрическом... А, стулья! И без оружия, кстати. И без оружия. Ну как, ногой ты можешь всех лупить. Ты бы повесил, кстати, ногу тоже на... Она была на тильде всю жизнь, кстати. Ну, возможно, но... Ой! Восяк! Короче, когда мы играли в мультиплеер, на выстрел я вешал и ногу, и лечилку. То есть, когда я сходился лицом к лицу с каким-то особо отожженным противничком, он меня стрелял, а я одновременно лечился. Это я так делал в этом мультиплеере. Мультиплейер совершенно не. Давай ты сдохнешь, пожалуйста. Спасибо. Не дали мне ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ты откуда взялся здесь? У тебя здесь не было. Телепортнулся. Ну то теперь у тебя есть шотганчик. Не так бы появился. Так. 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 А вот это зачем? Это не зачем. Нет, ну где-то тут должна открываться дверь. Или у тебя... А, вот. Да. Окно открыто. А, так они здесь сидели, типа, в зрительный зал. Посмотреть на казнь. Посмотреть, как он погибнет. А он взял сволочь и не погиб. Ну, кстати, вот классно. Все это требовало придумки. При всем уважении к Думу, там уровни были больше... Абстрактные. Лабиринты, да. То есть это лабиринты с препятствиями. А здесь все-таки это было какое-то, как будто бы что-то обитаемое. И я, по-моему, начал и не закончил об этом говорить. Вот если в Дум было страшно играть, в Дюк-Нюкем играть было не страшно. Дюк-Нюкем играть было весело. А это, по-моему, ловушка. То есть мы, по-моему, сейчас, вот если не пойдем по центру... Пойдем не по центру, то провалимся. Или я... Не-не-не, это просто сверху свет падает. Это же... Я думал, это намек. Здесь, кстати, продум ты вспомнил. Здесь труп Space Marina где-то. Да. Смотри, пересрел пациент. Классика. Так. Так-так-так. А с этой кнопкой там, да, надо вот в этой стене встать было. Не-не-не, это вот кто? Подожди, подожди. А там где-то Octobrain опять. Да. По-моему, внутри. Вот он. Вот он. Вот он. Это не он? Это не он? Разбивай петраж. А! Да. А это вот Hexen все напоминает. Не, ну Hexen вообще был заморочен. То есть здесь какая-то логика присутствовала, а там уже настоящие, ну прям... Чехделия. Да. Загадки, загадки. О! Да, он сейчас тебе скинет лечилку, если ты его собьешь, да. А вот сюда встань спиной. Нет-нет, прям к стене. Теперь к той стене, назад. Вот к этой стене. Вот к этой стене. Развернись на 180. Достань пистолет и стреляй в кнопочку. Причем так, чтобы один одной пулькой. У меня... Нет пистолета? Нет пулик. Ах ты блин. Ну, попробуй из дробовика, но будет несколько... Все проще. А, у меня отняли, у меня же все отняли эти говнюки. А, стоп, нет, подожди, нажми на алтарь, во-первых. Во-первых, нажми на алтарь. Во! И там... А, и крест повернул. А, и там Rain, да. И поэтому там труп Space Marina где-то. А, то есть это типа пошутить решили? Не-не-не-не-не. Ты прям вот там где-то комната еще есть. Какой он злой. Какой он страшный. А я его сейчас... А я его сейчас... А я его сейчас... Вот. Иди туда. Так. И вот он, погибший Space Marina. Что случилось? А, это я себя поджарил, по-моему. Угу. Угу. Ну и можно его взорвать, конечно. Но... А зачем? Ну, не знаю. Что-то будет? Нет. Просто он взорвется. Кровь, кишки во все стороны. Вот это все. А, здесь, я так понимаю, лифт. Да, здесь лифт, но надо так сделать, чтобы одной кнопочкой, видишь, у него разброс большой. Вот, поехали. Да. Ну, кстати, я могу сказать, что далеко не каждый шутер сейчас может таким уровнем похвастаться. Вот, кстати, мне о чем надо... Вот мы недавно с тобой разговаривали о том, как в моей голове одновременно уживается любовь к Думу... Ой... К... 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 В Биошоке ты там что там проходить-то? Так, скорее ты слушал историю и смотрел. Ну да. Ну, и кстати, в Болисторме там тоже что-то было такое. Чтобы все бежали, побросали чемоданы. Ура. Дайте мне пистолет. Болисторме все-таки побольше экшен. Я пистолет не нашел до сих пор. Ну и ладно, ты сейчас сейчас аккуратно с этими шестеренками. на них надо прыгать и здесь еще есть какие-то секретные эти но бог с ним нет даже зачем смысле зачем не надо вот не надо да то есть сначала лучше бы изучить куда-то собрался прыгать до проблем то что все крутится там какой-то приступочек изучить вы и изучает да на и надо могу сказать что с огромным удовольствием игра очень жаль что на но то есть вот все это и на ps vita по-моему оптимальный расклад для четырнадцатого года чтобы брать классику с собой вообще это важно и правильно мне кажется какой-то такой вот совсем древнятину переиздавать передавать на портативных консолях главное найти правильное применение правильным платформам потому что bioshock на ios я думаю что те кто попробовал они все знают бизнес допрыгну нет должен должен только теперь аккуратно не свернись приступка только зачем а может и нет да очки ночного видения самый бестолковый гаджет мне кажется видеоиграх да вот кстати про переиздание классики товарищ оптимистик пишет нам сегодня в моде делать инди платформеры стилизованный под игр 80-х или вариации на данную тему 2d игры с классическим геймплеем современными графическими наворотами и мейнстримовым музыкальным сопровождением а как вы думаете было бы сегодня интересная игра в виде такого вот псевдо 3d шутера со старой механикой на стилизованной современной графикой интересными возможностями но при этом современной динамикой этого что ты подразумеваешь под современной динамикой но не пацаны ну то есть современно это наверное не очень правильное слово просто например если взять doom 2 вот там динамика всем динамиком динамика я в doom 2 периодически играю на xbox 360 да и в общем первый дом тоже при том что это первая игра в которую я сыграл вот на собственном пока то есть я ее много раз видел у друзей но на собственном компьютере когда вы мне его установили первая игра в которую я сыграл был doom 2 и до сих пор спустя столько лет я к ней иногда возвращаюсь и оказывается что она до сих пор вот зачем нужны очки ночного видения а ты к ней возвращаешься в ее так сказать оригинальном первозданном виде или уже в виде мода какого-то вот где-то на 360 там все то же самое в плане графики но с возможностью играть с геймпадом не маус лука там ничего то есть абсолютно такой же doom плоский и ты значит дико угорает сколько у тебя ачивок не ой ачивок ачивок там кстати всего что 10 типа ну то есть там ограниченное количество сравнению со всеми остальными играми естественно половина ачивок приходится на мультиплеер мультиплеер там прям такой старый мясной слушай там мультиплеер никто не играет давай сыграем с тобой да да давай да но мы отвлеклись вопрос то интересный на самом деле то есть смотри если сегодня сделают псевдо 3d шутер со старой механикой так но стилизованной современной графики интересные возможности не понял это интересная была бы игра шутер современной графикой и какими-то дополнительными современными возможностями ну там по мультиплееру еще какой-то окулус рифт так вот но механика старая а что такое старая механика шутер это в принципе старыми ну не скажи вот и doom динамичнее какое освещение да 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 все как как у взрослых и doom динамичный и дюк динамичнее чем скажем какая-нибудь call of duty которая ждет тебя пока ты куда-нибудь двинешься что-нибудь сделаешь терпели очень ждет если ты там зашел куда-то не туда то она не сразу тебя грохнет как здесь она тебе даст время чтобы ты убежал спрятался за стеночку немножечко передохнул и у тебя здоровье да так то есть вот вот это так сказать механика современного шутера ах ты вот это да и лангасы здравствуйте но ты аккуратненько а у меня много здоровья окей здоровый бычар взрывчатка туда опасно значит так еще раз я просто тут как лишь на миду of gun fight вообще жесточайше вижу да тварь короче давай попробуем чуть проще этот вопрос задать давай прошли ответ ну мне интересно чё ты думаешь так давай а я попробую тоже на него ответить мне кажется мне кажется что это затея как бы интересная но провальная в смысле не будут сейчас такой играть вот только совсем убежденные старпёры или молодые люди чьего детства пришлось как раз вот на это может быть они на него посмотрим вот они ой 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 он меня увидел посмотрит разочек и ну плюнут потому что отвыкли мы отвыкли играть в такие такие сложные игры но ты не прав возможно возможно вот я тебе говорю не устану приводить у нас сегодня уже неоднократно упоминавшуюся игру в пример это будет сторону который был снабжен кучей всяких мелких элементов типа вот этих вот насаде ногу жопой на кактус там и получи дополнительные очки для прокачки пушек ой 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 а у меня же было у меня же было вот она все 5 процентов ладно чёрт с вами но при этом это был прямолинейный и очень веселый в первую очередь шутер от первого лица в котором не было каких-то там таких уж совсем затейливых элементов также я бы обратил ваше внимание на игру вольфенштейн да не орда и что там было сложного бежишь вперед нет я имею что это вот скул как есть ты бежишь вперед и всех убиваешь при этом но нет никаких элементов осовременивания в плане а вот смотри old school мне кажется когда игрок тебе беспощадно она не считает тебя за дебила там или за не дает заказ абсолютно да то есть если ты выбрал сложный высокий уровень сложности то она с тобой честно это самое вот те высокие то на самом деле у дюка если сейчас неподготовленного игрока посадить мне кажется они и на на самом не сложном уровне не будут легкие проблемы так вот а я не знаю как в bullet storm с этим ну возможно возможно потому что ее делали кто ее делали а издавал ее это эпик то есть тоже ребята которые понимают в шутерах и которые собственно тоже стояли сделали много хорошее у истоков собственно да почему я в тебя не попал потому что ты кассир гадина такая да нет стреляй в этот не в арен да ну это же классика да столько патронов в смысле ракет ничего еще будут вот короче значит ты считаешь что это возможно и это интересно и это заработает денег и и вообще как раз как-то со спортив absolutely вопрос то не в том чтобы сделать так как было а в том чтобы это было здесь делать так как это типа было на чтобы это было интересно сейчас то есть это не должно быть интересно самом себе люди должны сделать так что было ну хорошо дюк ник infra это не была попытка сделать интересно сейчас но вот с сохранение каких-то старых элементов. Мне кажется, что Duke Nukem Forever это была попытка, так, чуваки, типа мы 10 лет назад анонсировали это дерьмо, давайте уже что-нибудь сделаем на эту тему, возьмем себя в руки и допилим. Да, но его же делали совсем другие люди, то есть может это просто была попытка срубить бабла. Илья, что за откровение тебя посещают? Ух ты, смотри какой. Да, это босс. Это первый босс, который потом становится рядовым противником. Ну не то, что бредовым, но да, на тебя их выйдет 2 или 3 сразу. Вот это первый. Пример в принципе есть достаточно такой крепкий, это Dark Souls, которая к тебе абсолютно беспощадна и честна при этом с тобой. То есть ты находишься в условиях равных с противниками часто. То есть вот ты уворачиваешься, противник уворачивается и сколько раз ты ударил, столько у тебя выносливости отнялось. Ты можешь все это просчитать. Главное включить голову и там выполнять все эти трюки, кувырки и прочее внимательно. И что же мне надо сделать? Вот что мне надо сделать. Ой-ой-ой. Брось эту гранатку туда. Которой у меня нет? А, у тебя опять их нет. Ну тогда открывай, отбегай и стреляй по этой. По бомбе? Да. А так можно было сделать? Да. По-моему так можно было сделать только в первом Half Life. Нет, так можно было и здесь тоже. Должно было бы быть. Можно, по-моему. А, еще там в вентиляцию же можно уйти куда-то наверх. Здесь есть рычаг, да. Вот, кстати, Александр Кузьмичев, спасибо вам большое, напоминает нам, что в эпоху сюжетных шутеров вышел Serious Sam. Действительно очень динамичная игра такая. Неожиданно. Про шутер старой школы, вот это все. Да, спасибо большое. Но, вот видите, это же опять исключение получается. То есть, что еще такого классного веселого в тот момент? Все же ударились в сюжетные шутеры. Даже, кстати, вот Син, мы про него не договорили. Да, там тоже же был сюжет. Там, кстати, уровни менялись динамически. Там можно было что-то взорвать и тогда он затопился или как-то так. Типа Battlefield? Ну, почти, почти. Не настолько, конечно, круто, но вот было предусмотрено. И продолжая, кстати, разговор о старом, но по-прежнему веселом дерьме, про Serious Sam я сейчас тоже скажу. Divinity Original Sin, то есть, это игра, которая производит впечатление якобы олдскульной игры. Они заявляли как об РПГ старой школы, а в итоге сделали очень такую современную, упакованную, удобную для понимания, наверное, не всеми. Но это было лучше, чем Wayslang 2, на мой взгляд. Вот у нас, кстати, живой поклонник Wayslang 2. Я с тобой, ну, точнее как, я не могу быть с тобой не согласным, я так и не посмотрел Divinity. Господи. Вот. А Wayslang я прошел трижды с удовольствием. Трижды? Трижды. Сколько времени у тебя заняло одно прохождение? Первое прохождение у меня заняло сто с чем-то часов. Сто с чем-то часов? Да. Но я играл с удовольствием. А, еще с ней очень смешная штука связана. У меня дома компьютер довольно старый. Ну, там кода четыре ему. Вот. И когда я запустил Wayslang, то он вроде соответствовал всем ее там рекомендуемым системам требованиям. Но оказалось впоследствии, что у меня довольно слабая уже для нее видеокарта. И я-то думал, что это просто специально разработчики сделали ее такой медленной, плавной, что там все не бегают, а вот так вот еле-еле идут. А на самом-то деле, когда у меня сгорела эта видеокарта, я поставил поновее, оказалось, что тупо игра тормозила. Ага. Вот. Поэтому, вероятно, у меня она и заняла сто часов. Могла бы меньше. Вот. А теперь надо понять, как выключить эти гребаные вот так. Вся лови поля. Да. Теперь ты вернешься к ним, и они будут тебя ждать. Да. Собственно, я зато готов к встрече с ними, кажется. В каком-то смысле, да. И про Sirius Sam мы здесь вспомнили. Совершенно верно. Это было какое-то такое новаторское. Ну, понятное дело, что просто вовремя еще раз напомнили всем, что вообще-то игры бывают еще и вот такие. Да. Но, как все помнят, попытки сделать Sirius Sam еще раз сравнительно недавно, которые были, они провалились. Ну, то есть, играть в это снова уже никто не захотел особенно. Так, а что ж ты будешь делать-то, а? Ой. Чего ты? Не бойся. Я испугался. Пока оно включено, все ок. Ты наизусть все помнишь? Нет, видишь, я уже, видишь, не наизусть все помню. И, кстати, блуждал я, когда я играл первый раз Дюка очень много, потому что это прям, ну, реально выбивало почву из-под ног. Когда уровень может уйти вверх-вниз, там, влево-вправо. Ну, вправо, да. И самое главное, когда к нему надо применять логику реального мира, а не, там, как в Думе, если ты запутался, иди поправил лабиринт, да, правил правой руки. Да, там отработал? Да. Пока, пока стена. Так, и что? А, вот здесь надо открывать что-то? Да, и где-то будет выход в канализацию, и дальше ты попадешь наружу. И, по-моему, здесь будет сан-андресовский провал или как-то так. Чего? Увидишь, увидишь. Ну, в каньон там попадает какой-то. Возможно, мы всем заспойлили сейчас. Не играл, но собирается, да, как раз вот сейчас поиграть? Ну, мало ли. Ждет на PS3. Ты играл в Дюкнику? Нет, жду на PS3. Уже 15 лет или сколько? 20? 19. Так, я так понимаю, что сан-андресовский провал будет за какой-то стены в камерах. Да, вот видишь, ты сейчас отключил. А, нет, не отключил. А что ж такое? Как же мне вот это отключить, мать его? Ой, а это силовой поле, от которого больно становится. Ага. Так. Что я делаю не так? Давай посмотрим прохождение. Да брось ты это. Ну, а что? У нас есть с тобой знакомые, которые не обламываются. Когда им очень нравится игра, посмотреть прохождение. Есть такие? Есть такие. У нас с тобой есть такие общие знакомые? Да. Например? Ну и, кстати, я не вижу в этом тоже ничего плохого. Видимо, я постарел. В целом, конечно, нет. Я, кстати, окончательно запутался. И попробуем начать всё сначала. Начать всё сначала. Давай, может, начнём следующий эпизод. Зачем? Ну, например, я никогда не проходил до конца. А я никогда не проходил до конца. Карибские каникулы Дюка. А, ты первый в Дюка не проходил? Нет. Да ты чего? То есть, я играл эпизодически, дошёл до уровня, выключил, потом... То есть, ты на Луне не был? Я был маленький. Мне в девяносто шестом году было десять лет. Десять лет. Не, на Луне я был, конечно. Но там мне не нравился дизайн, потому что мне нравилось в городе играть. А космические базы я уже видел. Я в десять лет уже видел Dark Forces, вот это всё. И мне я наелся этими космическими базами к тому моменту. Слушай, ну там же было после... Потом он возвращался же на Землю, а там всё разрушено, вот это всё. Ну, давай хотя бы попробуем до этого дойти. До карьера. Ладно. Сохранимся. И действительно, давайте начнём новый эпизод. Потому что, в противном случае, это я сейчас буду... Чё? The birth. Новый, новый... Это не новый. Это не новый. Это про королеву. Там Area 51 и всё такое. Погнали. Там, где в самом начале тебя в воду... Ах! I'm going in. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Собственно, можно посмотреть на роды, да. И ведь вот, кстати, каких-то сколько это... 20 лет назад казалось, что это офигенный компьютер-мирендер. Да. Сейчас молния меня здесь не убьёт. По-моему, они не влияют. Так. Ага. Значит, я не так понял. Да. Вопрос... Ой! Ой! Товарища Оптимистика. Спокойно. Спокойно. Ну, молния что? А, плана откуда? И ещё там. И дождь. И всё такое. Так вот, я не так понял вопрос товарища Оптимистика. Он его уточнил. Ага. Будет ли интересен шутер с точно такой же графикой, как в Duke 3D Blood и ТП? Ага. С закосом под ретро. Ну, современный. Но! С качеством работы сегодняшних художников, дизайнеров и музыкантов. Как пример, он упоминает Шаул Найт. Шаул Найт. Не платформера, а шутер из 90. Эээ... Да почему нет? На самом деле графика, она же, ну, не самая главная для хорошей, качественной игры. Да, она важна для первых поселений, безусловно. Но, как бы... О, видали? Например... В раковину нажму. Да, только ты аккуратней сейчас задыхаться будешь. И, например, есть такая штука называется Ancient Domains of Mysteries. Там графика... Ага. Да. Псевдо... Это потрясающе. Но, блин, она так затягивает. Я играл в нее год. Да, я тоже в нее довольно долго играл. Сокращенная Dom, если вы не пробовали, попробуйте. И сейчас автор ее вроде как на Steam Greenlight вывел. Но, к сожалению, он туда решил сейчас добавить графики. Что там Greenlight? Это странно. Ну, как? Купят, не купят. Он же бесплатно ее распространял. Ну, точнее, не совсем бесплатно, он коллекционирует открытки. За открытки? Да. Если ты скачал игру, она тебе понравилась, пришли, пожалуйста, ему открытку. О! И он вот таким образом собрал очень-очень большую коллекцию там со всего мира. Да, это очень мило. А сейчас он решил заработать денег. Что тоже в общем правильно. А сколько лет автору данной игры? Ну, я думаю, он может быть чуть постарше, чем мы. А, да? Я думал, что это что-то вообще. До свидания. Нет, просто вот он действительно хорошая идея. Кошмар! Как сложно все! Интересное воплощение у него получилось. То есть у нее там какое-то бешеное количество скачиваний. За мной гонятся, кругом на ушко. Ну, нормально. Все, это же реальный мир, да еще закрытая база, где держат инопланетан. Ты хочешь сказать, что это зона 51? Да, да, да. Ты хочешь сказать, что они срисовывали ее с какой-то там фигней? Ну, может и не срисовывали, но, господи, про нее же много фильмов, там, какие-нибудь X-Files, ну, в смысле секретные материалы, а «Ангар 18» там, это уж совсем из лохматых годов. По-моему, даже есть парочка фильмов, которые так и называются. «Зона 51». По-моему, есть даже... Ой-ой-ой, что, что, что? Сейчас тебе... Слаймы? Да. Говно вот это вот с пулеметом. Давай, я взорву тебя. Я взорву тебя. Возьми, придурок! На! Вот. Так что, резюмируя, графика – это важно, но не самое главное, поэтому вполне может такая штука получиться. Лишь бы это использовалось, ну, не просто там прием, да, что у нас будет хреновая графика, но остальное все классное. Да. А было как-то, ну, подкреплено, играло на общее впечатление, на дарило какие-то дополнительные эмоции, я не знаю. Вот. Да, ну и я говорил, что дело в динамике, что в Doom прекрасно играть до сих пор, потому что это очень динамичная игра, очень быстрая, очень не суетная причем, а именно темп у нее очень и очень высокий, да, и бодрящий. Поэтому, ну вот, я когда играю в Doom, если я вдруг при каких-то обстоятельствах это делаю, что бывает не часто, но редко на метках, что называется. Я прям вцепился в геймпад и сижу такой на диване и очень переживаю за то, что меня сейчас убьют, меня постоянно убивают. То есть, похожего эффекта, но удается добиться не всем играм. Скажи-ка, а Doom-то ты прошел до конца? Первый прошел. Первый, все четыре эпизода? Ну, точнее, три, а потом четвертый выпустили как Ultimate. Три прошел. Дюк-Нюкем я не прошел, Half-Life я прошел, но если мы уже начали говорить о Риме. Blood я не прошел, Red Dead, Redneck Rampage я не прошел. Ну, вот эти вот все отговорки, которые после Дюка-Нюкема последовали, мне уже понравились гораздо меньше. И было все это, на мой взгляд, куда менее интересно. То есть, что-то в них во всех было не так. То есть, если Дюк был свежий, Дюк был новый, Дюк… Шипел, как змея сейчас… Дюк был неожиданный в какой-то степени, хотя в графике он был довольно уже устаревшей игрой, даже на тот момент. Потому что уже был Quake… Зато он был цветной, а Quake был там… Да, серо-коричневый. Так, и что? Ну, видимо, загадка опять. Пацаны, 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 аптечка! Все, я больше в это не играю. Ты больше не играешь. Да. Вот, нам тут предлагают, смотри, если хотите, можно разыграть… Алекс Ламберт, Добрая душа, если хотите, можно разыграть одну копию Megaton Edition, покупал в Steam себе и друзьям, но они, увы, не оценили. Собственно, одна из трех осталась… У вас нет друзей, дорогой мой человек. Давайте разыграем, и у вас найдутся новые друзья сразу же. Давайте, да, Алекс, напишите нам, пожалуйста, на info собачка-геймбокс.ру. Мы что-нибудь придумаем. И на самом деле, может, действительно, мы устроим какой-нибудь ретро-турнирчик, клан-пати. С призами. С призами, совершенно верно. С неплохими призами. Да, не из подарков, из Steam, а с какими-нибудь жирными призами. С современными призами. Вот ты вот сейчас взял и человек, а у него было хорошее абсолютно намерение. Я ни в коем случае не… Спасибо вам, Алекс, большое. Да, большое вам спасибо. Это очень круто. Да, я ни в коем случае не принижаю сейчас достоинства Megaton Edition. Тем более, что сейчас мы сидели целый час, хвалили. Да. В общем-то. Да, да. Так что, и пишите нам, интересна ли вам такая затея. Собственный лан-турнирчик с призами по хитам нашего детства, получается. Получается так, да. Вот. Ну и, пожалуй, все. Хорошей вам пятницы, удачных вам выходных. Спасибо, что читали и смотрели все, что происходит на Dreambox в течение недели. Увидимся с вами в понедельник. Ну и не забывайте ходить к нам в субботу и воскресенье. У нас будет много всякого что читать. Да. До свидания. Спасибо, счастливо.